Сейчас утром мы провели первую ночь в нашем бунгало. Что я хочу сказать? Во-первых, это место населяет очень много разных тварей, которые не давали нам спать. Сначала вороны, потом собаки, потом какие-то вообще непонятные звуки типа взрывов были. А потом самая ужасная тварь, которую я вообще хочу найти и убить, это петух. Я постоянно смотрела на часы, потому что у меня ребенок просыпается, я все время смотрю на часы, во сколько он просыпается. Короче, в 2 часа ночи он начал орать, этот петух. Он прямо аж захлебывался, аж поперхивался, так старался, так орал. И через, ну, допустим, он орет минут 5, полчаса молчит, потом опять начинает. И так продолжалось до самого утра. Ну, потом уже утром как-то... А, и плюс еще вороны. Вороны, это уже был как фон, допустим, если на трассе едут машины, это вороны. А этот петух выбивался. Так, это первое. Во-вторых, это ночью прохладно. Нам дали теплое одеяло, но в принципе все равно прохладно было. Так что это тоже надо учесть. Что еще? О том, как кокос упал на крышу тоже. Тут еще еще такие, ну, все сделано из таких материалов, которые... Тут было впечатление, что это вообще чуть-чуть на тебе на голову упало. Ну, а так вообще, конечно, красиво здесь. Очень натурально. Мой муж пора, но ему вообще пофиг было. Его абсолютно не тревожили эти звуки. А с Наевским... Что касается меня, то... Я пережила страшную ночь. С одной стороны, Артур постоянно просыпается. С другой стороны, этот муж постоянно лезет в ту лицу. И эти все звери. Мерзкие, гадкие. Постоянно будет меня. И Олежек тоже не сильно. Хорошо послал. Вот Артур и вчера купили такие штаники. Покажись, сына. Покажись, как тебе красиво в штаниках. Рука померили. Не помню, за сколько. Мне купили вот это вот порыво за 350 рупий. Браслет купили. По-моему, за 250 рупий. По-моему, за 250 рупий. От комаров у Аэрозоль. И плюс еще на кровати у нас была москитная сетка. Кровать колпаком.